Владимир Высоцкий. На протягу четырех дней в Бресте продолжился международный бартфорум, присвеченный знакомитому поэту, выканавцу и актеру. Среди прихильников творчества Владимира Семеновича и наш корреспондент Ганна Галета. С городом Надбугом у Владимира Высоцкого многое связывало. В Брест-Литовску жил дед артиста, а сам он не раз бывал тут проездом. Тому не дивно, что именно тут народилась инициатива проведения международного бартфорума «Имя у Владимира Семеновича». В этом году у нас год культурной столицы, и поэтому где-то в начале года, в прошлого, когда мы только получили это звание, был брошен такой клич. Помимо официальных мероприятий, мы еще будем поддерживать все инициативы, которые идут из народа, от людей. На протягу четырех ден у городе проходили конференции и творчие конкурсы. Сирот удельников Михаил Булавицкий, який перекладывал твор Высоцкого на белорусскую мову. Самый знакомитый поэт Советского Союза. Спевая Газманов, сдается, что я родился в Советском Союзе, сделан я в СССР. Мне было бы неемко признаваться тем, что я сделан в СССР, если бы там не было таких людей, как Сахаров, как Высоцкий, как Быков наши. В международном форуме взяли удел выканауцы и ауторы из разных краин. На завершальном гала-концерте выступили гости с Беларуси, Украины, Израиля, Казахстана, Грузии. А как и Гачачеладзе приехал из Тбилиси. Одну из песен Высоцкого Барт выканал народной грузинской мове. Культура бардов процветает и в Грузии, и в Беларуси. Мы должны познакомиться с друг с другом, общаться. Барды грузинские, твилисские. Я передаю вам привет от близких бардов. Гости первого Бартфорума имя Высоцкого пообещали обовязково у Брест вернуться, а организаторы – сделать фестиваль традиционным. Гана Галета, Александр Севицкий, областные новины, Брест.